МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Более 300 тысяч рублей в карман. Начальницу отделения Почты России в Ненецком округе подозревают в присвоении крупной суммы денег. Возбуждено уголовное дело. Тест на антитела бесплатно. Жители Ненецкого округа, которые решили поставить прививку от коронавирусной инфекции, могут сдать анализ на бесплатной основе. Что для этого нужно сделать, расскажем через несколько минут. Жизнь, связанная с небом. Рейсы в отдаленные села и деревушки Заполярье. Работа на нефтепромыслах и на арктическом шельфе. Выполнение полетов по санзаданиям. Работники гражданской авиации принимают поздравления с профессиональным праздником. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Более 300 тысяч рублей в карман начальницу почтового отделения Почты России в Ненецком округе подозревают в присвоении крупной суммы денег. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ненецкого автономного округа. Как говорится в сообщении, в ОМВД России по Ненецкому округу поступило заявление от директора окружного филиала Почты России. В ходе инвентаризации в одном из отделений была обнаружена недостача. Проверка показала, что с августа по ноябрь 2020 года пропавшие деньги присвоила себе руководитель отделения. По требованию прокурора было возбуждено дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса России «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, веренного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Уголовное дело находится в производстве следственного отдела УМВД России по Ненецкому округу. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Жители округа, которые решат вакцинироваться, смогут бесплатно сдать тест на антитела. Об этом сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. В рекомендациях Минздрава нет обязательного тестирования на антитела перед вакцинацией. Но, прислушавшись к мнению врачей, было принято решение, что тем людям, которым терапевт считает необходимым проверить наличие антител в организме перед вакцинацией, тест будет сделан бесплатно. Напомню, на этой неделе ожидается 2520 доз вакцины. Прививку будут делать не только жителям города, но и тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Исследования на антитела будут проводить в Центральной районной поликлинике Заполярного района. Записаться можно по телефону 8-911-682-6363 с 9 до 16 часов. И во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы. Запись по телефону 8-818-53-420-04 с 12 до 14 в рабочие дни. 9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Именно эта дата стала официальным днем рождения Гражданского воздушного флота России. Сегодня коллектив единственного в Ненецком округе авиапредприятия с профессиональным праздником поздравили представители власти. В 2021 году гражданская авиация празднует 98 лет. В этот день отмечают свой профессиональный праздник пилоты, бортпроводники и технические работники. Все те, благодаря кому самолет может взлететь. Сегодня замечательный день, день рождения гражданской авиации. В 2021 году в основании Собранкома 9 февраля был организован совет по гражданской авиации. Первый маршрут, который был выполнен, первый полет, это Москва-Нижний Новгород, 420 километров. В свои истоки гражданская авиация берет именно с этой даты. Авиация остается связующим звеном между нашим городом и отдаленными населенными пунктами. Люди, которые обеспечивают бесперебойную работу авиаотряда, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Это очень важное предприятие. Я знаю, что предприятие развивается, и работать как в округе, так и в предприятии с учетом пандемии сейчас непросто. Но в то же время мы всегда находим общий язык, и спасибо вам огромное за ту помощь, неоценимую помощь, которую вы оказываете жителям Ниньцкого автономного округа. Я уверен, что наш любимый авиаотряд, он и будет и дальше работать на высшем уровне, как положено. Все, что связано с архитической авиацией, это опять же вы. И поэтому мы вместе должны приложить все усилия, для того, чтобы вы работали стабильно, надежно, несмотря ни на что. Авиация остается связующим звеном между нашим городом и отдаленными населенными пунктами. Люди, которые обеспечивают бесперебойную работу авиаотряда, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. О значимости Наринмарского объединенного авиаотряда сегодня знает каждый. Без единственного в Нинецком округе авиапредприятия едва ли можно представить полноценную жизнь в регионе. Пассажирские и грузовые рейсы в отдаленные села и деревушки Заполярья. Работа на нефтяных месторождениях и на арктическом шельфе. Выполнение полетов для санитарной авиации. За всем этим стоит огромное количество специалистов из дружной авиационной семьи. В следующем материале мы расскажем лишь малую часть истории тех людей, которые связали свою жизнь с небом. Слово Оленевой Учейской. Ранним утром, когда город только просыпается, на зимней стоянке Ан-2 вовсю кипит аэродромная жизнь. Авиатехники начинают готовить крылатых красавцев к вылету. Ни один самолет не уйдет в рейс, пока не будут проверены все механизмы и системы, будь то закрылки, винты, лыжи или радиоэлектроника. Готовится к полету воздушного судна с последующим запуском двигателей. Далее оформляется документация, заправка воздушного судна горюче-смазочными материалами. Юрий Хабаров поочередно осматривает каждую Аннушку. Задача инженера по эксплуатации авиационного и радиоэлектронного оборудования – убедиться в исправности систем управления самолетом и радиосвязи. В небо Юрий не рвется. Ему больше по душе обеспечивать безопасность полетов на Земле. Работал я авиатехником 4 года, на должности инженера уже год тружусь. С детства хотел работать в авиации, выбрал техническую сферу. Отучился в колледже, поступил в университет, закончил и до сих пор тружусь в авиаотряде. Контрольное опробование работы силовых установок, системы и оборудования в авиационном языке называется «гонкой двигателей». Инженерно-технический состав проверяют, фиксируют обороты турбин, температуру выходящих газов, расход топлива на различных режимах. Убедившись, что все исправно, техники докладывают о готовности самолетов к вылету. Загрузки запиши 24-5-3-3. 12 пассажиров, 226-1. Оперативная информация по выполнению полетов концентрируется в производственно-диспетчерской службе. ПДСП – сердце аэропорта. Здесь генерируются все задачи, необходимые для бесперебойной работы в воздушной гавани. Например, ни один самолет или вертолет не взлетит, пока в зональный центр не будет направлен план полетов. Эта обязанность возложена на плечи Анастасии Чупровой. Девушка в гражданской авиации работает третий год. За это время в свое дело влюбилась окончательно и бесповоротно. Раньше я была далека от нее, а сейчас мне эта сфера очень сильно нравится. У вас очень красивый кабинет с очень красивым видом. Расскажите, успеваете ли полюбоваться на самолетах? Да, постоянно. Мы всегда следим за взлетами, за посадками и любуемся этой красотой. Экипажи тем временем готовятся к рейсам. Получив разрешение от медика, пилоты отправляются в метеослужбу узнавать, летная ли погода. Куда вы летим, в какое направление, везде распределяются Низенские зоны, Синские, Метеоквадраты, так называемые Синские. То есть в какую сторону мы летим, мы уже изучаем прогнозы, ну и фактически смотрим погоду. А как часто обновляются прогнозы? Каждые три часа аэродрому и через шесть часов по площадям прогнозы. И все погоды с периферий, по площадкам мы все выдаем. С восьми часов начинают работать. И по аэродромам, которые Архангельск, Наринмар, Варандей, там все эти мы бьем с компьютера, нам поступают по системе. И все это выдаем экипажам по запросу. Сергей Личутин сегодня в резерве. Полетов в плане нет. Самое время заняться бумажной работой. А ее предостаточно. Составить планы тренировок и учебы, заполнить различные отчеты. Хотя больше по душе командиру эскадрильян-2, конечно же, летать. Сергей вырос в авиационной семье, поэтому в небо тянулось с детства. О большой авиации мечтал когда-то. Но крайний север, что говорится, затянул. Поэтому уходить на Боинг или Аэрбаз не планирует. В основном на Боингах летают операторы, а не пилоты. У них все автоматизировано. А на АН-2 у нас нет ни автопилота. Мы все вручную летаем. И получается, как бы, и на низких высотах. То есть мы всю красоту нашей тундры, все это наблюдаем. Они же высоко, под облаками там ведут, им ничего не видно. Первый борт отправляется в небо в 8.40. Он доставит пассажиров на запад Ненецкого округа, вниз и Шойно. Всего же в плане на сегодня три рейса на АН-2. Рабочие лошадки Крайнего Севера закрывают практически все направления по местным воздушным линиям. Аннушка вообще легендарный самолет. Биплан встал на крыло еще в 1947 году. За время эксплуатации крылатая машина стала самым массовым самолетом в истории авиации. Было выпущено более 18 тысяч экземпляров. Кроме того, АН-2 внесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, выпускаемый более 60 лет подряд. Неприхотливая, но очень надежная машина сегодня используется в 30 странах мира. А еще Аннушку в авиационных кругах прозвали учебной партой для начинающих пилотов. В этом экипаже, выполнившем рейс в Харуту и Харивер, начинающий пилот Павел Крючков. Путь в авиацию у молодого человека довольно интересный. Получив образование языковеда, Павел сначала работал в аэропорту Шереметьево, затем устроился бортпроводником в авиакомпанию «Аэрофлот». Побывал во многих странах и континентах, а потом решил поменять работу в салоне на кабину пилотов. Окончив САСовское летное училище, Павел решил ехать на крайний север. У меня дедушка служил на Новой Земле. Север меня всегда очень привлекал. Я остался в Петербурге. Это тоже север. Не такой, конечно, как и здесь север. Ну вот, я недавно сюда пришел. Мне здесь очень нравится. Я переключился на самолёт Ан-2. И очень много ярких впечатлений. Вот сегодня в Харуту летали. Новое для меня направление. Очень интересно. А зам воздухоплавания Павла обучает Алексей Табалов. Опытнейший пилот-инструктор в небе с 1993 года. Летал во втором архангельском авиаотряде, а полтора года назад перевелся в Нарьинмар. В высоких широтах Алексей нашел свою романтику. Летаем же в такие удаленные населенные пункты, во-первых. И во-вторых, им добраться зачастую, кроме как Ан-2, неначем или вертолетом. Поэтому к летчикам, я считаю, таких в населенных пунктах немножко другое отношение. Везде пустят переночевать, накормят. Ну, с добром относятся, с пониманием, можно так сказать. Особенно в маленьких населенных пунктах, деревнях, они понимают, что как бы мы им помогаем в чем-то, а не нам. Заполярные авиаторы сегодня выполняют не одну важную миссию. Пассажирские перевозки, доставка почты и грузов, работа на нефтяных промыслах и, конечно, спасение жизни северян. Даже в такое сложное время, как пандемия, здесь, в Арктике, у связанных с авиацией людей работы более чем достаточно. За выполнением авиаперевозок стоит огромное количество профессионалов – авиатехники и инженеры, аэродромная служба и водители спецтранспорта, электрики и грузчики, агенты перевозок и представители авиакомпаний, диспетчеры и служба авиационной безопасности. Все они 9 февраля принимают поздравления с профессиональным праздником и остаются на боевом посту, чтобы самолеты и вертолеты летали. Каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось побывать в поликлинике. Причины на том могут быть разные – медосмотр, сдача анализов и острая боль. Особенно неприятно, если боль – это зубная. Облегчить ее смогут опытные доброжелательные дантисты. Сегодня отмечается Международный день стоматолога. Наш следующий материал о тех, кто выбрал эту профессию по велению сердца. Добрый взгляд и приятная улыбка, которую скрывает маска. В этот кабинет, несмотря на зубную боль, маленькие жители Ненецкого округа идут без страха и слез. И это благодаря молодому врачу Юлии Шишкевич. Все бывает в нашей профессии. Прежде всего, нужно любить свою работу, нужно входить в положение людей, жалеть где-то, проявлять больше внимания, потому что дети заслуживают действительно повышенного интереса к себе, и где-то нужно уметь понять. Главное, чтобы нравилась профессия. Не каждому это дано, но чтобы шло все от души. Юлия окончила Архангельский Северный Государственный Медицинский Университет в 2016 году и сразу приступила к работе. Врачом девушка мечтала стать со школьной скамьи. Ну, видимо, это мне пришло как-то из детства. У меня хорошие воспоминания о моем, может быть, лечении из детства. То есть попала я к хорошему специалисту в городе Архангельск, и мне тогда все понравилось, и поэтому у меня была заинтересованность уже с раннего возраста. В школьном возрасте я уже выбрала профессию в классе в шестом-седьмом. Юлия от рождения наделена благотворной энергетикой и большой добротой. Так отзываются коллеги и многочисленные пациенты-стоматолога. Сегодня у нее на приеме побывала и десятилетняя Татьяна Гаврилова. Несмотря на еще действующий наркоз, девочка спешит сказать слова благодарности любимому доктору. Она добрая, хорошая, красивая. Что можешь сказать тем ребятам, кто боится лечить зубы ДАИЧ и редко ходит к врачу, а потом знает, что это может обернуться к кариесам? Ну, я бы сказала, что пускай они не боятся, потому что это не больно. Но вот тут это вообще не больно. Мне понравилось. В соседнем кабинете трудится коллега Юлия, детский стоматолог, но уже с большим стажем работы Татьяна Абанникова. За день врач принимает 10-11, максимум 17 клиентов. Ну, вот, друзья, я не знаю, что такое, что я понимаю. Мне нравятся дети тем, что они, наверное, самые искренние и добрые пациенты. Своих добрых и искренних пациентов Татьяна Станиславовна лечит уже более 13 лет. Врач закончила Чувашский государственный университет имени Ульянова. Говорит, каждый день приходится быть не только стоматологом, но и психологом. Это в первую очередь, да. То есть, как бы, нужно найти контакт не только с ребенком, но еще и с родителем, как бы, чтобы мы поняли друг друга и начали работать. В настоящее время в окружной стоматологической поликлинике трудится 16 врачей. Половина из них – специалисты с большим опытом работы. А 50% – это молодые специалисты. На уровне, я это оцениваю, достаточно неплохой. Учитывая, что у нас половина молодые, только еще набирают опыт. Да, мы отправляем и на очные конференции, семинары, симпозиумы докторов. Стараемся по мере финансовой возможности. Материалы на данный момент используются достаточно хорошие в системе ОМС. Световые пломбы, светоотверждаемые ставятся. Да и достаточно много импортных материалов. На сегодняшний день штат стоматологической поликлиники укомплектован на 99%. Не хватает только одного врача-ортодонта. За время своей деятельности врачи помогли десяткам тысяч пациентов. Два раза ходил. И как тебе врачи? Какие не можешь? Хорошие. Чем понравились тебе? Они помогают людям, зубы выдергивают. Лучше всем ходить к врачу, чтобы лечить зубы. Потому что зубы, а чтобы не ходить к врачу, лучше зубы чистить. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Есть время приготовиться. Массовый забег любителей лыжного спорта «Лыжня России» в Ненецком округе состоится на месяц позже. Изначально планировалось, что жители региона стартуют 13 февраля вместе со всеми россиянами. Однако в связи с погодными условиями, а по прогнозу ожидаются морозы, гонку решено перенести на 14 марта. Массовый забег любителей лыжного спорта в Ненецком округе состоится 14 марта. Это 39-е по счету спортивные соревнования «Лыжня России». Они пройдут на лыжной базе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Учреждение принимает предварительные заявки на участие в гонке. Регистрация участников пройдет в день соревнований на лыжной базе. Мы сразу перенесли в ближайшее, более-менее удобно, потому что еще там в планах были другие спортивные мероприятия. На конец февраля, на начало марта, чтобы они не пересекались и было удобно для людей, мы перенесли на 14 марта. Будем надеяться, что погодные условия поменяются и будут более комфортно, потому что это все-таки массовая лыжная гонка, чтобы у нас не пришло на старт 10 человек, и была бы эта проблема, и не очень было бы красиво. Несмотря на корректировку даты, все остальные параметры состязания остаются прежними. Мужчины и женщины 2002 года рождения старше выйдут на дистанцию 10 километров. Юноши и девушки 2003 года рождения младше, а также юниоры, мужчины 18-39 лет и 40 лет и старше, на дистанцию 5 километров. Забег длиною в 3 километра предстоит юношам и девушкам 13-17 лет и женщинам 18-39 лет. На дистанцию 1 километр выйдут дети в возрасте 8-10 лет. Юные лыжники 7 лет и младше преодолеют дистанцию в 500 метров. Мы уже оповестили центр подготовки, который тоже отвечает именно за сбор информации, предоставление наградной атрибутики согласно дисциплине и дат, и не дат, а дисциплине и дистанции, которые запланированы именно Всероссийским министерством спорта. Поэтому 14 марта и будем ждать ее. В рамках спортивных соревнований можно выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, готов к труду и обороне по лыжным гонкам. При регистрации на соревнования необходимо сообщить судье о зачете результата для выполнения норматива в соответствии с возрастной группой. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды на телеканале Север. Оставайтесь с нами.